За задачи по экономике после проверки температуры. Но к этому уже везде привыкли. А вот углубленное изучение финансовых моделей только для особо подготовленных учеников профильных старших классов. Но интерес к нему проявляют уже с ранних лет, а полученные знания используют в повседневной жизни. Экономика вообще применима везде, начиная от каких-то расчетов ЖКХ до семейной жизни. Какой-то бюджет нужно будет пересчитать или еще что-то. На своем примере могу только рассказать, что я просчитала процент по своей избегательной книжке. В прошлом году более 300 тобольских школьников стали победителями и призерами городского этапа Олимпиады и вышли на региональный уровень. А там трое стали победителями и 48 призерами. Участие в Олимпиаде открывает большие возможности. Например, получение стипендии главы города Тобольска. В этом году ее удостоены 53 ученика. Среди них есть добившиеся успеха не только на Олимпиаде. А она зачтется и после школы. Областная Олимпиада, если вы будете потом поступать в вузы на территории области, то вы получите какую-то скидку, какую-то льготу при поступлении, если вы стали победителем или призером. Один тобольский школьник в прошлом году стал призером финального всероссийского этапа по географии. Его достижение дает право без экзаменов поступить в любой вуз на направление, которое соответствует профилю Олимпиады. В этом году впервые по шести предметам Олимпиада пройдет и в онлайн формате. Дистанционно ученики смогут решать задачи по физике, химии, биологии, математике, информатике и астрономии. В тестирующей системе российского образовательного центра «Сириус». Участники в школе получают коды доступа у классного руководителя или у администратора, организатора Олимпиады. Заходят на портал образовательного центра «Сириус» и им предоставляется время для того, чтобы они прошли Олимпиаду. В этом году в первом этапе Всероссийской Олимпиады участвуют почти 11 тысяч тобольских школьников. Кто из них самый умный в городе, станет известно после 30 октября. Шамиль Гуриев, Ярослав Прохоров. Тобольское время.